В 2016 году застройщик получил разрешение на строительство гостиничного комплекса в Эмеретинки на улице Таврической, который должен был состоять из шести трехэтажных зданий, общей площадью застройки более 2500 квадратных метров. Однако по факту возвел 8 пятиэтажных многоквартирных домов, каждой площадью от 2000 до почти 4300 квадратных метров. Причем большую часть квартир в этих домах уже успел реализовать. Сразу после выдачи разрешения мэрия курорта в соответствии с законодательством передала все документы для контроля за объектом краевой структуре – Департаменту по надзору за строительством. Когда Гостроинадзор обнаружил нарушение, сведения об этом были переданы в администрацию города. Начались судебные разбирательства. Как ни странно, Адлерский районный суд узаконил этот комплекс без участия администрации, не уведомив надлежащим образом и даже не опубликовав информацию о своем решении на официальном сайте суда. «Застройщик знал, что это зона ОЦ-1. Особо ценный один. Ответ. Знал. Он не мог не знать. Этот объект получил разрешение на строительство трехэтажной гостиницы. Шесть. На самом деле построили восемь и пятиэтажных. Юридически этих объектов, на что мы выдали разрешение, нет. Мы выдали разрешение на объекты, которые называются трехэтажные гостиницы. Реально здесь построены пятиэтажные жилые дома. И это совершенно другой объект. Насколько мы знаем, это гостиница. Гостиница. Ну, гостиница тоже может быть. Ну, апартаменты, не живые помещения. Апартаменты, они тоже могут быть. Нет, подождите. Как оно? У нас оно написано «гостиница». И все. Я вот посмотрел сейчас. Ну, в гостиницах строят апартаменты. В гостиницах вообще-то не бывает жилья. Я смотрел старые документы, и там была гостиница апартаментного типа, то, о чем они говорят. А ее поменяли на просто гостиницу. Гостиница частная. Каким образом вы ее покупали, спрашиваете у того, у кого покупали. Понятно. Ну, вы понимаете, что такое гостиница и что такое дом. Вы понимаете, что в гостинице можно выкупить какую-то комнату. Может это такое быть? Однако, понимая, что люди, купившие свои квартиры в этом комплексе, оказались заложниками ситуации, глава города предложил компромиссный вариант – демонтировать верхнюю часть зданий так, чтобы общая высота не превышала 12 метров. Рабочие встречи с обманутыми покупателями глава города проводит практически ежедневно. Решение об этом было принято менее двух недель назад на встрече с обманутыми покупателями в Доме культуры Центрального района. За это время глава уже пообщался с представителями девяти объектов. По большинству из них найдены пути решения проблемы. Переговоры о возможности избежать полного сноса самостроя в Эмеретинской низменности ведутся мэрией только по тем домам, в которых застройщики успели продать помещение в период между судебными разбирательствами. Собственники зарегистрировали право и проживают там. Важное условие – безопасность объекта и наличие коммуникации. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ».